Добрый вечер всем еще раз. Уже, наверное, даже доброй ночи, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire, и мы начинаем трансляцию матча между командами Virtus.pro и коллективом Secret. На данный момент счет 1-1 в прошлом матче. ВП заточили. И пик был на первых двух позициях точно такой же, как сейчас. Virtus.pro забрали себе Лину для FNG, и Фобос сыграл на шейкере. Там еще был Visage, который непонятно, зайдет сейчас, не зайдет. Ну, тоже Dark Seer и тоже Квапа была от команды Secret. А что они решили? Просто не пошло, что ли? Сайвенсера забанили против Virtus.pro. Тут куда вообще не плюнь, везде Сайвенсер у команды ВП. Либо это Midlane God, либо это Elite Done на Сайвенсере. Что тот вариант, что тот достаточно удачный. Зая загнобили. Снова Visage. Точно так же третьим пиком от команды Virtus.pro. Один в один. Это просто идентичное повторение пика. Задумались. Сфу от команды Secret. Сфу забирает себе Shadowfin Dune на Midlane. Пупей там по центру задумался. Кто там был следующим? Здесь был... Ну что, можно сейчас брать Draw Ranger. Второй раз вам взять ее не дадут. В смысле, следующим пиком. Шторм Спирит. Да, нет. Да. Ну почему нет? Да. Шторм Спирит. Это что это? Что это? Это как это вообще? Да ладно, у меня... Как оно вообще? Жалко, да, что Сайвенсера забанили? А так бы идентичный пик. Подряд. Не, ну раз заходило, чё не брать? Ну, теперь Draw Ranger скорее всего в бан. Всё-таки вот Team Secret. Ещё раз. Решили тоже, наверное, повторить эту историю. А тогда тоже Гирокоптер был, Антимаг и Фантом Ланцер забанил. На этот раз Пейл забанил. Ну и ВП. Кого же будут банить? Кто ещё нужен? SF Midlane. Папам. Лёгкую фармить. Ну, Саппорт будет. Дазл, наверное. Например. Или ВД. Дазл, ВД. Тоск. 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 Конечно же. Конечно, Тоск. Бесячный. Не стоит забывать, что Draw Ranger это не просто хороший ДДшник. Там ещё и Сала есть. Точно такое хорошее АОЕ Сала нормальное, которого не всегда хватает. Ну, по данному пику она может зайти. Ну и Team Secret. Ещё один герой. Виверна забанена. Тоск забанен. Shadow Shaman вообще не зашёл. Леон. Дазл, Дазл, Дазл. Леон, Дазл, ВД у меня был в голове, ну. Ну и ВП. Дровка или не дровка? Да быстро пикайте, как будто вы... Заранее прочитали Сикреты. Вы гляньте, Сикреты всё время потратили. Всё своё время потратили на то, чтобы сделать пик, сделать баны. А ВП пикают так, как будто они знают многое. Дрова рейнджер. Дрова рейнджер. Есть, сюда иди вообще. Всё очень просто. Дрова рейнджер от команды Virtus.pro. И поехали. Если зайдёт хорошо дрова рейнджер, то здесь, по идее, дамаги будет огромнейшее количество. Лина под дрова рейнджер с руки просто будет разносить всех и вся. Если всё будет в порядке, если дадут руками бить, то там с Фамильярами, со Штормом, конечно, дамаги с руки будет миллион. Ну, БКБ, конечно, мастхев от всего этого. Зай, Рубики, Квопы. Ну, а в целом, конечно, вариант хороший. Если, опять же, если зайдёт. Если не зайдёт, то будет... Слишком не очень. Так, кто полетел? Это Зай полетел уже. А здесь полетел ФНГ. Ну, не знаю, уже завардил от воды. Ух, или дан на дровке. Это прям классика-классик. Всё видно. Видно, что пацан готовился. Сетик один в один. Всё полностью. Из одного сета. С иголочки просто одет, чтобы идти и отрывать лица людям. Подмораживать и отрывать. Год в прошлой игре на Шторме великолепно отыграл. Шейкер тоже великолепно отыграл. ФНГ хорошо на линии сыграл. Так, хорошо, великолепно. Так, нужно больше имморталов. Да ладно, это суперзолотой иммортал? Посох. Где они их берут? Что это такое вообще? Да, он не зелёный, он золотой. Лил уже с ХГ спускается. СФО здесь. Зай здесь. Айншел есть. СФО будут ловить. Выходят на него. Дров начинает настреливать. И баунтируемы забирают игроки команды ВП внизу. А на топ-лейне забирает Артизи. Артизи на СФ и идёт в лёгкую. Будет стоять Скурроки. Против него будет стоять Фобос на Шейкере. И это, знаете ли, непросто будет. Хотя, может, Год сместится туда. Или ФНГ, например. ФНГ останется... Ну, нет. Год, конечно, мидлейнер. Тут ничего с кем не сделаешь. Найя с Фобо. Пытались выйти. И Фобос пошёл на сложную линию. Прошлый раз, прошлую игру Фобос сформил просто великолепно. Здесь Иллидан против Зая. Кстати, точно так же можно настреливать. Начинает настреливать по Заю. Но в этот раз ошибку такую игроки команды Сикрет не делают. Пупей приходит и будет сейвить постоянно Зая. До этого печаль была полнейшая у Зая. Он не фармил толком. Всё это плохо смотрелось. Ну и фарм будет ещё обрезать здесь Сиридану. Тут от его фарма, конечно, очень много зависит. Дроу Рейнджер не должна быть нищей. Естественно, здесь фарма должна быть по максимуму. Ну и Зай пока что выфармливает. ФНГ пришёл помогать своим тиммейтам. Фобос в это время против Куроки. Здесь сражается 3 на 0 у Фобоса. У Иллидана 4 на 0. 4 на 0 у Дарксира. Пупей без ничего. Как там Мидлейн поживает? Год. 6 на 3. Сфо. 4 на 0. Год настреливает по друге, а? Год. Двух крипов просто в никуда отправил. 100 голды. Это важно. Тут каждый крип вонючий важен. Как и любой муф вообще важен. ФНГ с Зайом. Нашёл с кем драться в соло. Ну это же просто печаль какая-то. ФНГ отдаётся. 100% причём. ФНГ отдаётся. Зай пытаются поймать. И Лидан настреливает по нему. Где замедление? Лидяные стрелы. Плевок. Как долго думает команда Virtus.pro. Как ФНГ решил вдруг в соло пободаться с Дарксиром. Может действовал таким вот образом, что Зай подумает, что кто-то ещё здесь есть. Раз он так быкует. Не может человек просто так делать. Ну и Зай понял в любом случае, что блефует у нас. ФНГ. ФНГ прекрасно понимал, что уходить ему вариантов никаких. И отдался на ФБ. Неприятно, конечно, но не критично. И Лидан дальше по Пупея настреливает. Ловит Лайтстракера и Пупея. У него есть Шаллоу Грейд. Не отпускать. Есть же замедление. Ещё один удар от И Лидана. Ну и И Лидан забирает первый фраг для команды Virtus.pro. Это дороже, чем ФБ и это лучше для ВП. Год пошёл сам себе стакать. Год не умеет сам себе стакать. У тебя был оверлод. Год так нельзя было делать. Они замедлились. И не ушли из этой зоны. Ну и это фейл. И тут каждый миниатюрный фейл может стать ценой огромного поражения. Очень дорогого и важного. Ну и трипла теперь внизу от команды Virtus.pro. А здесь дабла пока просто. Пупей и Зай. Пупей второго левела. Зай третьего. ФНГ второго. И Лидан третьего с половиной. И Лил тоже третьего левела. Соло сампшн второго. И Грейвчилл первого левела от Физажа. Ну и Лидан пока в один всё вкачал. Ну и Лидану нужны артефакты. Они должны появляться как можно скорее. Для этого надо фармить. И Лидан пока конечно по фарму плохо себя чувствует. 14 на 4 у него. У Артизе 30 на 8 уже. И при всей конечно... При всём дэмэджи который есть у Дроу Рейнджер. СФ пополезнее в массфайтах будет. Артизе уже зашёл за вышку. Уже пинают вышку. И скорее всего спушат её игроки и команды Секрет. Побежали за Заем. Ледяные стрелы прошли. ФНГ должен попадать лайкстракером. Надо ловить Зая. Промазывает лайкстракером. ФНГ сдувают в итоге Лила. И Зай в итоге уходит. У него есть сёрдж. Он сейчас будет носиться. Бегать ФНГ. Он тоже сжигает. И это даблкил от Зая. Вот это вышли ганкнули пацаны. Я хренею просто. Дровка полторыка на руках. Да уж. Подрались так подрались. Могли 3-0 вести. В итоге... Ой, не 3-0, а... 2-2 сделать счёт. 2-1 даже сделать счёт. Гляньте на хитрюгу Пупея. Как удачно Нага тут пролетела. ФНГ идёт на сложную линию. А где в это время Фобос? Фобос приобретает себе Транквилу у ФНГ. Ничего нет. Даже тапка. У Дроу Рейнджер уже есть Пауэр Трэдс. Есть здесь ПТ. Но здесь ПТ плюс Рингу Факвила и Мэджик Вонта. Здесь ПТ плюс Базилка. Вонетворцу, конечно, намного сильнее смотрится Артизи. 700 голды в плюсе у него на фоне Иллидана. Два Эншеллы. Да, ну просто надо спасаться Бексом. У него, кстати, Фрост Эролс, промакшены. Никаких плюсиков, ничего такого. Но дамаги с руки пока немного совсем. 81 это... Это несерьёзно даже. С4! Успевает улететь. Дальше за ним Гот. И С4 умирает. Ну и Года, скорее всего, здесь могут оставить. Лайт-строкер и под ноги двоих застопил. Гот должен отхиливаться. Дальняя от Артизи. В КД или нет? Да, в КД была. Ох, Гот на таких соплях ушёл. Но С4 добили. И это очень важный фраг на самом деле. 450 голды, 400 экспириенса. Иллидан продолжает фармить. 27 на 11. Нормально. С такой дамагой фармить можно. Главное не умирать. Других вариантов для победы нет вообще. Там Тавр уже спушили. Там по золоту, конечно, получше дела идут у команды. Сикрет и С4 прям по Таврам ловят фиссуру. Куда ты пришёл, Сикрет? Оставайся здесь. Всё хорошо. Приходи ещё раз. Зая будут ловить. Фобос без маны. Вот это С4 ворвался. Вспомнил прошлую игру. Дроу Рейнджер уже прибитает Мордип Маск. Сейчас глянем. Может даже Мом будет у Иллидана. И так вообще прям будет. Супер-пупер красота. Гот никак до базы не дойдёт, что ли? Да, Гот никак не дойдёт до базы. Гот, что за шуточки? Здесь Гот просто поиграть решил с зрителями. Если не С4 эту катку сольёт, то кто что-то сделает за него? Артизи прошлую же слил. Как бы этот... На этот раз должен ИСФО заниматься всем этим. Иллидан 620 на руках. Надо фармить, надо артефакты на дэмэдж. Так, С4 здесь видят. В арту очень даже удачный. От команды Virtus.pro. Ну и всё, Иллидан отходит. По идее, с таким закупом, с таким дэмэджем он может фармить и леса, и нейтралов, и героев. Всё может. Не добил дерево. С4 опять решил под тавер. Гаст есть. Вариант его убить тоже имеется. Но здесь без Фобоса, без контроля за счёт фиссуры, конечно, сложновато будет. Где Фобос в это время? У Фобоса рецепт на Солрин появляется. Какая красота! Фобос 5-го левела. Девятая минута. Тысяча голды Секрета и Экспириенс 1000 в Virtus.pro. С4 инвиз есть в батле, поэтому с ним лучше не играться. Здесь убить всё равно не получится. Просветка, по-моему, отсутствует. Да, смысла выходить на С4 вообще никакого. Ну и здесь ещё и подтягивается Пупей сзади. Шалу Грейв, Шадоу Вейв. Ну и команда Virtus.pro не должна нападать никоим образом. На подсейв, если что, можно. Если вдруг С4 захочет ворваться, пожалуйста. Чтоб не дотянулся Пупей крестом. У Дровки уже есть тысяча голды на руках. Ну и неудачно. Врыв от команды ВП. Потеряли время. Надо уходить отсюда. Или Дану здесь самому стоять нельзя. Фобос должен быть всё время рядом. Или Дану здесь развалят. Они там могут сделать. С4 в инвизе. А что дают иммортал крылья ей? Убьёт Фобоса в соло С4. Хотя сейчас заканчивается инвиз. Фобос, Мансид. И С4 дальше не будет прыгать. Прыгает вот Тавар. Фессура по двоим. Тавар можно и задефать на самом деле. А можно и добить. Нет, Тавар просто отдают. Всё хочу понять, что изменяется у Квапы, когда она блинкуется или... Или что она вообще... Чем она отличается, иммортал от ней, иммортал? Вроде ничего особенного не происходит. Ну окей, окей. Просто круто выглядят, пишут. Так как она круто выглядит, а не крылья. Квапа. Квапа. Так, по голде опять секрет и трёшку. По экспириенсу 400 тоже в пользу Team Secret. Чем ВП занимаются в это время, я не очень понимаю. Ну здесь вот она трёшка в ком. Артизи. 6-100 уже на Shadowfin'де. Но это его герой. Его 100% на его герой. Можно не контрить его и не пытаться жизнью ломать. Не очень понимаю. Но опять же, где его искать, этого ИСФ? Идти в чужой лес? Тут вряд ли кто-то вывезет. Собственные леса отправляются в ВП. Затягивать есть ради чего, потому что Draw Ranger в лейте тут, конечно, рассказывает очень жёстко. После 16-го левела Draw Ranger тоже очень опасная сама по себе. Или да, нарохуй. Да ну нафиг. Что, серьёзно, что ли? 7 секунд на нём, да, стоит Frosty Rhodes? Да, 7 секунд. Он как крип, а здесь уже неприятности. Вот они, под смоком. Команда Secret. Но они же не знают, где кто. А сейчас узнают. Как Элидану будет плохо здесь. А Купей не шарит. Купей не в курсе, где кто находится. Они даже представить не могут. Главное, чтобы Элидан здесь не появился. Элидан по-тихому убивает Роху. Элидан должен вообще тут просто не реагировать. Не видят Элидана. Сейчас Купей зайдёт. И такая будет новость. Элидан старается сделать ТП-аут. И уходит. И уходит. Ох, подфартило Элидану, конечно. Молодцом. Газ сработал, всё. Элидан ушёл. Ну, нервов, наверное, там было дофига. Половину ХП слил Рошану. Но бить его сейчас даже непонятно кто будет. Ну, и стекается сюда команда ВП. Дроу Рейнджер уже где-то близко должна быть. Элидан идёт. У Элидана есть шадо-амулет. Без болезняк абсолютный, но вдруг. Акфессура от Фобоса. Остановить всех. Успокоить ФНГ. Ульта пошла в Кура. В итоге так и не убивает. СФО заультил. Начинает расстреливать с ХГ всех Дроу Рейнджер. Зайлоу ХПшный. Полетели Фамильяры. Сядете вы или нет? Фамильяры взлетели только-только. В итоге забрали только Квапу. Игроки команды ВП и никого не потеряли. Опять видят Артизи. Артизи можно стопить ФНГ. А где же Лайтстрайк Эррол? Не хватает маны для задувки. ФНГ уже крепкий. Ой, СФ просто дико крепкий. Его Сэндж есть. У него 1300 ХП. Попробуй с ним подерись. 10 деф. Ну, дофига. Ещё и Даззл рядом. Один в один размен в пользу команды. Не знаю, сколько там дали за... за Квапу. Ну, прилично, по идее, должно придать. 4 в итоге секреты по золоту. И по экспириенсу 1000 в пользу, чем секрет. 5-4. Ну, игра супер пассивная. Никто не хотел умирать. СФ прыгает прямо на Фопоса. Фиссура по нему с годом должны забирать. У СФ пленка ещё тысячу лет не будет. Ох, поворот не туда. Как же мне это нравится. 6-4 счёта. ФНГ видит Куро. Ульта в Куро. Куро развалили. Ещё один фраг от команды Virtus.pro. Вот так играться можно. 730 за Квапу и 440 за Рубика. Идём дальше. Пупея своего, он тут посмотрит. Свив, точнее. Будут обходить. Лил показывает, что надо обходить и отбивать им лицо. Если надо, идите. Если нет, то идите хотя бы вместе двигайтесь. Диаев, middle tower, has been denied. Так, команда ВП под Смоком. На Роху или нет? Сейчас узнаем. Смок ещё будет действовать ещё половину всего. Хайграунда увидят их. Увидят их здесь тоже под Смоком секреты. Иллюзии дровки пошли. Не палятся. Не палятся, но иллюзию продамажило. И надо понимать это. С4 появился. Появился здесь Артизи. Артизи ловит. Кот ловит Артизи. Артизи пока ещё не разультился. Задувка в него. Год дальше издевается над Артизи. Фамильяры лупят фониму. Фамильяров надо сажать. Сел один фамильяр. Сел второй фамильяр. Где ты, Фоба, со своим эхо-слэмом? Мой, как ты медленно бегаешь. Где ж твой даггер? Там прям напрашивает всё. Под эхо-слэм, под гаст, под всю-всю-всю ерунду. И команда ВСФОН в неприятном... О, команда СЕКРЕТ в неудобном положении, чтобы файтиться. Они разделены на две части. Прыгает С4. ФНГ без ничего. Или Дан без ничего? Все без ничего. И разошлись игроки обеих команд. Тут даггер, конечно, так нужен сильно. ШЕЙКЕР, ну, долговато Фоба сформить на него невероятно долго. СЕМЬ-ЧЕТЫРЕ Продолжают СЕКРЕТЫ давить по золоту 3. По экспириенсу 700 всего. Три с половиной СЕКРЕТЫ. Золото и почти тысяча по экспириенсу. Но здесь, на этом Рошане, конечно, тут может очень много решиться. Это важно во многом ЗАИ. Это сейчас будет СДКовский XZ. ЗАИ, ну, у него нет даггера. Так бы, конечно, зашел бы, затащил всех на ХГИ. Подумай потом, как оттуда выбираться. ЗАИ надо ловить. Нельзя давать ему подходить сюда. Если он стяжку сделает на хайграунд, это просто беда. Хотя тут первого левела всего лишь. Первого левела вакуум. ЗАИ провязал МЕКУ. Пока что сильно бьют ФНГ, а все остальные нормально. Себя чувствует Иллидана? Звернули на хайграунд. Иллидан с хайграунда разваливает Куроку. Иллидан, ТП-аут на ближайший Тауэр. Все, всем надо отойти. Минус Рубик. 8-4 счет. 302 голды. Дроу Рейнджер туда бежит, где ФНГ в это время. ФНГ на собственной базе. Сами Секреты туда заходить не будут. Им некому танковать. Рошана, они просто не вывезут. Если Пупей там будет хилить, отхиливать, подхиливать, это все не самый приятный вариант. Дровка была с ДД еще, если не ошибаюсь, поэтому Куроку так сильно сыпался. Летит уже Иллидану Клеймар, и у него готов Шадо Блейд. С руки пока не очень. 180. Дроу Рейнджер славится гораздо большим дэмэджем. Дроу в инвизе. Никто не реагирует. Нет, Секреты не знают об этом. Вот, я показываю вам Вижен Команды Секрет. Он обрезан здесь, здесь его нет. Вижена Команды Секрет здесь нет. У ВП есть, а у Секретов, вот я показываю, вообще ничего здесь не видно. Все, Роху забрали. Почему, 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 почему Гот? Почему Гот? Чем Иллидан плох? Так, Лил. Собрал себе уже. В Мекку собирается, короче говоря, Лил. Пока еще ни Баклера, ни Хедресс, но так всего по мелочи есть. 2200 на руках у Клапы. Мы так долго стояли на Рошане, что забыли провести внеочередной выпуск модного приговора. Давайте смотреть вещи. Шадоу Финт. Сэн Джин Яша есть, Угр Клап есть, ПТ, Боттл и Ринго Факфила. Рубик не очень. Квапа приобретает себе Ultimate Orb. Есть у СФО также Power Threads. Боттл, ну, Талисман и Magic Wand. Дарк Сиро, Дзайя уже с Меккой, Солринг, Аркан Бутсы и Фобос там купил Даггер. Это прям прекрасно, но до него мы сейчас еще дойдем. А Папи. Жуткий. Медальонов Кураж и все. Ну и дальше. Визаж. Предпоследний вообще. Нетворс у Лила. Не похоже. Ну, очень сильно отличается от прошлой игры. Папа Денай Тауэр. Ее дело так. Визажа мы посмотрели. Фобос с Транквилбутсами, Солрингом, Блинк Даггером. У Шторм Спирита 900 на руках. В Курьере лежит уже все необходимое. Бладстоун готов для Шторм Спирита, поэтому ему и оставили Аэгу, чтобы не сливал заряды в Бладстоуне. Ну и Иллидан 1200 после Шадоу Блэйда. Лина. 250 после Аркан Бутсов. И урнов Шадоуз. Так, выходит команда Сигрит на Иллидану, на ФНГ. ФНГ уводит всех на себя. Здесь под Вардом Иллидана ловят, Иллидана разваливают. Ох, какая жопа. Брау Рейнджер забирает Тавер, но отдается сама. Что это вообще такое? Просто взять и пойти отдаться вдвоем на ровном месте. Столько раковать на этом Рошане, чтобы просто взять и вдвоем развалиться. Ну, видно, что никого нет на карте. Ну, где они могут быть? Вряд ли они пошли в магазин там или еще чем-нибудь заниматься в пятером. Это там Араны сняли, на озере катаются. Мороженое едят. Что делает команда, если их пятерых нет на карте? По всей видимости, приходит куда-то на линию и разваливает кабинеты двум-трем людям. Ну и секреты. Более двух выигрывают по золоту, тысячу по экспириенсу. Или Дан просто на ровном месте отдался. Ну, это прям печаль какая-то. Доминатор приобретает себе Дрова Рейнджера. Так, слышу Фобоса где-то. Это на мидлейне Артизи убили. Это на мидлейне Артизи не просто убили, а шансов не оставили. Фобос запрыгнул. Запрыгнул. Эхо Слэм дал по голове. Фессура, Тотем. Ну и там Готт тоже постарался. Или Дан обходит Пупея. Пупея можно сливать. Газ по нему и Пупея будет умирать здесь. Да, еще один удар Пупея в таверну. Уже хорошо два в ноль. Фамильяры здесь. Фамильяры хорошо бьют у Иллидана. Второго левела уже ульта. Иллидан лоу-хупешный. Отправился Иллидан в таверну. Даже драться не стал. Правда, это время С4 развалили. А Готт дальше валит Кура. И Кура от С4. Какой красивый Кура в Болл Лайтнинге. Вперед головой летает. 10 зарядов Шторм Спирита. 41. Манориген. А, это Батла. Всего там 18.3. Ну и это неплохо. Готт отправляется на нижний лайн. Иллидана потеряли. Это, конечно, печальная вещь. Но убили С4 при этом. С4 самая опасная сейчас история. Тизик хорош, конечно. Но чем дальше, тем хуже будет его герой. В Лейте, по-моему, Дроу Рейнджер просто уничтожает Шадоу Финда. Да и многих. Самое интересное, что визаж Лила без Дроу Рейнджер с Сайвенсером в роли Керри затащил лучше, гораздо, чем это он делает сейчас при наличии дровки в пике. Мега-Керри. Так, еще один килл. Готт забирает Дазла в своем лесу. Продон, я по каналу чекал ситуацию, извините. Завтыкал на данном хиле. Так, там Лина проседает, правда, по ХП это нормальная тема. Кура тоже здесь убивает. Иллидан забирает этот фраг фамильяров, сейчас будут убивать. Это неприятно, конечно. Хотя, может, и не будут. Гаста есть, можно попробовать на СФО. Гаст пошел. Ну и фамильяры улетают. Дроу Рейнджер спасает друзей своих младших. Тысяча голды Секреты. Экспириенс 300 в пользу команды Секрет. Эллидан на Пупея. БКБ у тебя нет, Эллидан? Это, наверное, минус твой. Ой, фамильяры сели. Неужели спасут дровку? Да, так и есть. Спасают дроу Рейнджер. Ох, фамильяры удобные, какие от Лила получились. Лил тут, в принципе, за все извинился, что у него там по фарму, по крипам. Лил просто молодцом в данном случае выступил. По голде Секреты уже потеряли практически все, по экспириенсу ВП впереди. У них есть дровка, которая если нафармит, то дамаги будет убер много. 15-го левела Шторм Спирит от Года. У него уже почти готов Оркит. А 11-го левела Дроу Рейнджер, конечно же. По левелу есть вопросы касательно дровки. Так, закрыли здесь. Кого, кого, кого? Здесь СФО опять у нас в опасную доту играет. Шторма Копейки всего лишь остается до Оркита. Год вообще тащит за всю команду. Иллидан так не тащит, как Год тащит. ФНГ так не тащит. Фобос так тащит. Как тащит Год. Года немножко совсем и будет готов уже Оркит. И есть Огрклаб у Траксы. Иллидан будет собирать БКБ. И это наиболее верный вариант, по-моему. Провел Волка, а Волку просто хребет весь попереломает. Ходит с собой Волка. Как это смешно все смотрится. В инвизии Иллидан. Фамильярд садится на голову Артизи. Артизи уходит. ФНГ обходит здесь Артизи. Артизи видят. Лайтстрекеры под ноги. Лагуна Блейд в Артизи. Ох, и сейчас Артизи разультится. Еще бы один удар по Артизи. Он мертвый был бы. Год в это время по Пупею. По Артизи. Артизи умирает. Умирает тоже Год. ФНГ лох-эпешный. Где в это время Иллидан? Иллидан просто гоняет всех подряд. Кура улетает на пол-лайтнинге. Квапа разоралась на всех. Квапа забирает Лила. Ну и все. Квапа отсюда упрыгивает. За ней летят фамильяры. Половину хп избили. Ну, по чуть-чуть. По итогу этого файта 1400 выигрывает Сикрет. Собирают троих. Двоих теряют. Главное, что не умерли Дан. Это вообще новость номер один. У него есть уже Огрклаб. До Митрилхаммера вот эта тачка. Все, Митрилхаммер должен быть готов. Я же думаю, тут БКБ будет. Ничего другого. Да, Блэкинг Бар для Дроу Рейнджер. Полчаса уже сыграли команды. По фарму Сикреты 2000. По экспириенсу 0. Ох. Это не катка. Это просто пот в чистейшем виде. Что-то сублимация пота. У СФО появляется. Неприятность для команды Виртуз Про. Сайт оф Вайс. Так. СФО влетает в толпу. У него нет Соник Вейва. Там Фобоса немножко крутит. Артизи лоу хпшный. Где Эли Дан? Эли Дан за СФО. Но это не очень цель на самом деле. Пока никого не убили. А Зая закрыли. Зая могут убить. Убивают Зая. Гоу Рейнджер забирает этого героя. Гот. Дальше. В погоне. Ну и команда Виртуз Про забирает Зая. Олаф Реплика так и не был проюзан Дарксиром. Можно идти либо на Роху, либо на Т2. Рошан будет через 15 секунд. Но об этом надо знать. В общем-то по таймингу Рошан практически уже в максимальное количество времени ушел. Так что где-то рядом. И об этом ВП прекрасно знают. Все. Через секунду будет Рошан. Все. Роха упал. Ну блин. Вы стояли здесь. А до последнего. Роху идите, чекните и сливайте. Гот врывается. Роха есть. И у Рошана просто бьют очень жесткие игроки команды ВП. Они хотят максимально быстро все это сделать. Кура врывается. Шторм Спирит забирает Аэгу. Кура надо убивать. Кура уже без маны практически. Сфо в таверну. Артизи под Шаллой Грейвом. Пока что минус один только от команды Виртус Про. Зая начинает бить. Где Элидан в это время? Элидан начинает настреливать по Пупею. Пупей по идее умирает. Здесь Шаллой Грейва у него нет. Гот на ХГ. Пока что минус два от команды Виртус Про. Дальше за Заем. Надо просто бежать, лететь и добивать их. Отправлять их по своим странам. Пушт идут гулять. Кура в Сайленсе. Минус Кура. Три в один файт. Просто на Т2, Т3, Т2, Т3, Т2, Т3. Вот сюда на Т2. Блин, какая вообще крутейшая игра от команды ВП. Они тут шансов не дают своим оппонентам. Только залет какой-то. Сразу. Газ сразу. Там БКБ. Гот моментально в себя приходит. Мне кажется, Глода сейчас не тошнит вообще. А что тошнит? Нормально все. Хорошо все. Ровно идет. Настолько ровно, что там миллион уже с копейками где-то. Фу-фу-фу. Маячит. Тут, конечно, не надо вслух это все произносить. ВП пока что обыгрывают команду Сикрет. 32-ая минута. ВП обыгрывают потенциальных победителей данного Интернешнл. Те, кому пророчат все этот инт. Ну, посмотрим. Еще впереди много времени этого матча. Я не думаю, что он будет заканчиваться в ближайшее время. Сикреты готовы затерпеть. И к этому они движутся напрямую. Кто там у них керри? А у них керри СФ. У них керри СФ. Да с ним разговаривать вообще коротко надо. СФ не керри. Блин. Это же надо знать. Ну, Сикреты. Как так-то? Вы думали закончить до 32-ой минуты? Ну. Окей. Заканчивайте. Кто знает. Может, и закончили уже они. 5 тысяч по голде ВП. 7 500 по экспириенсу. Зай заходит в спину. Стяжка пошла. Стены не было. Все повыталкивали себя. И Фобос, и ФНГ. Просто моментально так пошел размест дальше. Где в это время Элидан? Элидан заходит с обратной стороны деревьев. Кура лоу-хпшный. Кура отправляет. Все в ад. Кура отправляет. Шадоу. Шалу Грейв бросает на него. Года развалили. Эхо Слэм пошел от Фобоса. Зая убивают. Кура убивает. Это минус 4 от команды Виртус Про. Артизи единственный, кто ушел отсюда. Минус 4. 4 в ноль. Черт побери. 23-13. Да можно же, а? Сикреты. Ох, тяжело Сикретом сейчас будет. Все повайбекались. У них других вариантов для эскейпа из этой задницы, в которой они оказались, не будет вообще. Тим Сикрет. Упеи, Артизи, Зайи. Чемпионы чемпионов чемпионата по чемпионскому чемпионищу. То есть команды, которые вообще никто не видел другую команду в топе. Ну там ЕГЭ максимум, топ-2. На тебе. Виртус Про их пока что наказывает на десятку, на 33-й минуте по золоту и на 12 по экспириенсу. Если сейчас не нараковать, не наплужить, не надебилить, не нарахитить, не натупить полнейшим образом, то варианты эту игру выиграть, вот они, на руках просто. Иллидан пошел в инвизи в соло пройтись. Под Вардом. Под Вивом. Хороший Иллидан, это, знаешь ли, хорошая идея. Иллидан приобретает себе Сильвер Редж. У него 1600 хп, у него есть БКБ. У него есть Хелмов Доминатор и Пауэр Трэдс. Полторы тысячи на руках, 14 тысяч ВП золота и 15 экспириенс. Агоним появляется у ФНГ. Юла нет, есть Агоним, ничего. Сквозь БКБ Артизия отлично заходит. Шторм Спирит, 15 зарядов у года в Бладстоуне. Есть Оркит. Кто за Хекс отвечает? Есть ли вообще такие люди? Солар Крест Лил, Ставу Физдер 3. Скорее всего для Форс Става, я думаю, или может даже для Юла. Или для Дагона пятого левела. Фу, даже говорить вслух как-то неуютно. Не хочется. Фамильяры есть. Ситуация на хэгграунде прочекать и через вот эти вот заборчики можно. Зайти на ХГ с Виженом можно, потому что фамильяры для того и созданы. Иллидан расстрелял на лоу-граунде все необходимое. Но заход это, конечно, самая геморройная тема для СНГ коллективов. ВП. Есть Форс Став, есть Блинг Даггер, есть Гот, который влетает самостоятельно. А что там Гот делает? Гот просто отжигает. Фобос может ворваться. Может ворваться здесь и Гот тоже. Лил пешком зайдет, Иллидан забежит ногами. ФНГ тоже зайдет ногами, ему и заходить не надо. Нормальная позиционка от команды Виртус Про. Они уже сносят Т3. Иллидан сносит Т3 и все, и отходят. Рошан через 2,5 минуты. Иллидан вместе с Собакой заходит на ХГ. Здесь стоит Варр. Иллидана видят, Иллидан пошел в Хекс. БКБ от Иллидана и просто надо драться. Где БКБ, Иллидан? Иллидана выталкивает, он с лоу-граунда. Здесь стяжка очень неприятная для команды Виртус Про. Минус 3 уже от команды Сикрет. А Артизи просто побежал. Гот старается сделать что-нибудь Гот старается делать. Гот у нас через Глиф перемахнул. Заним С4. Минус 4 от команды Сикрет. Здесь просто Иллидан. Иллидан ушел на ТП. 4 в 1 подралась команда Виртус Про. 2 700 подарили Сикретам. 5 800 экспириенса. Ну и то неплохо еще. Выигрывают в любом случае по голде, по экспириенсу выигрывают. Но такой слив это конечно дикость какая-то. Приобретает себе Иллидан Ривер и сразу же его продает. МКБ будет от Иллидана. Это факт. Потому что здесь СФ. Я говорю СФ с Баттерфляем. Здесь какой-то Солар Крест у кого-то еще был. Если не ошибаюсь. Если не был, то будет. Ну это Сикреты. Они, я думаю, прекрасно понимают свои сильные стороны. И почти уверены, что они думали. Ну окей, ребят, вы еще на ХГ зайдите сначала. Потом поговорим. То есть где-то на лоу-граунде мы сливаемся. Это все хорошо, конечно. Печально для нас. Ага, но на ХГ будем заходить. Будете заходить. Тогда разговор будет более-менее предметным. Рошан появился. Нет, 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 нет. Рошану чуть-чуть еще. А Рошан будет третьим. Это уже будет СИР. Это будет АЭГа. Это, блин, это плюс два героя. У Дроу Рейнджер уже есть Дэмон Эдж. Но Иллидан в прошлом файте просто не бил. Он реально просто стоял, спустил себя здесь с ХГ на лоу-граунд. Его вытолкнули. Здесь лежала Фессура. И он газ дал сюда. Все. Это все, что он смог сделать. Под смоком команда Виртуз Прона. Рошана. Или хрен знает куда. Рохи еще нет. Рохи еще нет. И они могли бы прочекать это фамильярами. Так. СФО. Видят. Все. Смок с них спал. СФО знает, где его оппоненты. Фамильяры тоже спалились. Все. Убивают Вард. Убивают Вард игроки команды Виртуз Прона. Гот. Ух ты, Гот. Валидольный какой. Увидели Пупея. Пупея моментально сбрили. Все. Подхила здесь не будет. Шалу Грайва не будет. Просто надо файтиться. Где Иллидан? Иллидан лоу-кпшный. Иллидан отправляется в таверну. Артизия разультился. Гот. Начинает наваливать по Куроке. Куроке в таверну. 4 в 1. Артизия просто теперь кайтить. У ФНГ нет. Лагуна Блейда. Артизия против Гота. И никто Артизия отсюда не отпустит. Артизия уже трипл килл. Разваливают Артизия. Шторм Спирит забирает Мега Килл Стрик. Гот. Просто умничка. Дабл килл от него. Тим Уай под командой Виртуз Про. 1700 голды. 7700 экспириенса. Блин. Что правда делать непонятно. Но я например буду просто орать как дебил. А вы можете думать как дальше комментиционно развивать эту игру. ВП. В итоге 3 в 5 подрались. Потеряли Дрорейнджер. Это самая печальная печаль. Дрорейнджер все время отдается. И там БКБшкой одной не удается что-либо сделать. Аквапа по-моему разультиться не успела даже в этом файте. Потому что тут кулдаун 135 секунд. Да. Аганима у нее нет. Она не ультила. Квапу съели до всего этого. Ее из гаста просто не выпустили. Вот где был Иллидан. Опять по голде в плюс для ВП. По экспириенсу тоже для них. 29-20 год. Иди по хильсе. Глориес. Спасибо. Так у Лила. Пойнт бустер есть. 670 голды на руках. Фамильяр уже стоят. Танкуют Рошана. Фамильярам похрен. По-моему крипы. А он к ним относится. Должны по 6 ударов нанести. Или по 12 даже. А герои по 6. Что-то такое в общем. Есть. Роха. Для команды Virtus.pro. И наконец-то поняли кому Рошан нужен. Кому нужен Цира. Кому нужен Аэгис. Эджис у нас у Иллидана. В коем-то веке. Может Дроу Рейнджер не будет сразу сливаться. Хотя 9-3. Вроде неплохой счет для Иллидана. Но последние 2-3 файта. Он постоянно клиент номер 1. Куда-то на... Слив. Под хэкграундом. Команда Virtus.pro. Все ульты у Секретов есть. А смысл здесь? Вы же не будете через бэкдор протекшн бить все. Будут. Не просто будут. Бьют. Дальше бьют. Бараки будут сыпаться. Зайц. Даггером. Гвардиан Грифс у него есть. Или дан в инвиз. Хорошо. Барак снесли. Пускай Рейн живой. Это тоже барак. То же самое на мидлейне. Тут подъезд чуть-чуть и пойти дальше. Ты смотри на них. А просто партизаны. Вылезли. Диверсионные работы сделали. И по-тихому ушли. Год врывается на хайграунд. Начинает дальше бить бараки. За годом здесь Кура должен врываться. Года в Хекс отправляют. Зайц. Стяжка. Стенку не дает Зай. Только сейчас дает стенку. ФНГ там на ней ракует. Пошел файтер. Тизи разваливает постепенно всех. СФО в таверну. Там очень сильно Год всех развлекает. У него есть сыр. Год должен этот сыр съедать. Или я не знаю, или дан по куру. Нет, или дан не пошел до конца. Здесь иллюзия года. Тут таких делов творит. Лина, гляньте на нее. Просто посмотрите на нее. Какая уродина. Нет, я не расист. Ебогу, но... Это же неприятно смотреть просто. Все. Дровка с каменным лицом справилась с ней. Потеряли ФНГ. Забрали СФО. СФО просто уж жуткий вообще для него матч происходит. Никогда такого не было, чтобы капитан команды Сикрет так жестко фидел. 3-9 счет у него. 3-9-4. С ФО с Нетфорсом тут очень напряжно все. Седьмой. Я бы сказал не седьмой, а очень седьмой. Проигрывает Лилу на визаже. Еле-еле ФНГ обогнал. Фобосу проигрывает. Всем проигрывает. Мидлейн. Квапа. Но ее контролят моментально. Так. Артизи у нас. Уже после критов приобретает себе Сатаник. У Дроу Рейнджер появляется МКБ. Айага есть. Айага еще будет минуты 4 по-моему. Или Дан в инвизе. Сильвер Эдж у него есть. И что? Пойдет разменивать Айагу на ХГ? Наверное? Нет. Нет, нет, нет. Все сюда перетягиваются. Здесь завардили. Все. Вижен имеется. Ильдан вместе с Годом на... На... Пошли. Ильдан вместе с Годом на хайграунд прыгают команды Секрет. Так, Артизи, БКБ сейчас закончится Файт можно организовать, но когда у Артизи не будет БКБ 48 секунд, нет БКБ, можно по мидлейну зайти Да что хочешь можно делать, тут волов реплика В нее проходить не надо, потому что команда ВП просто сама себя сожрет Все, крипов развалили, крипы подходят Можно файтиться, Соник Вейв, ничего страшного, нет аганима Соник Вейв будет один раз за ближайшие 115 секунд С этим можно бороться, Иридан танкует Пока в него все, в него Солар Крест В пиндюре или Иридан тут суперуворотливый Газ забрал Кура Какая досада Иридан дальше бьет бараки, Иридан стоит как вкопанный Ему плевать абсолютно, он сносит рейнджевой барак Теперь сюда, вот 70 хп, просто фамильяров туда отправьте 70 хп у Тавера Можно сносить его, бедные секреты Их там просто покрыло, наверное Испаренный бедняжик, Иридан ло хп У Иридана есть Аэго, Иридан на разваливают Гот прыгает на СФО, еще один удар Исфо должен умирать, СФО у нас Уходит на ло хп, дальше продолжается файт Артизи под бкп наваливает по Иридану Развернуться и бить Артизи Артизи стоять, есть барак Бить барак, есть СФО Кого угодно просто бить Главное не стоять на месте, тому же Иридану Где он? Иридан побежал от Зая убегать Здесь нельзя, надо стоять и драться Но куда здесь убегать вообще? В спину напихают же Кура в спину Году Лагуна Блейд, пока что размен 2 в 2 Иридан должен стоять и драться Артизи ловят Артизи встанет под фамильярами Фамильяры просто идеальные от Лила Артизи в таверну У Артизи нет байбэка У СФО нет байбэка Зайд тут один пока за всех страдает Разваливается Иридан Иридан байбэк И лететь быстренько на ТП Кто будет дефать? Рубик и Дарксир Просто развернуться и бить Нет никакого Рубика Есть только Дарксир Где байбэк? Троу Рейнджер просто байбэкайся И сноси все к хренам собачьим Но не будет жить 68 секунд Артизи 49 секунд не будет Квапы Не рискуют Ладно, окей И так тут просто потрясающие преимущества Уже стороны падают ФНГ плюс фамильяры Да, нафиг вообще этот Иридан пошел И так все совсем нормально справляются Третья сторона Лоу ХП здесь Гот Залетает, сносит, не сносит Тавер не тавер Байбэк от Рубика Гот должен убивать тавер Гот убивает тавер Последние бараки стоят Кто будет бить, если не Квапа и Артизи Году плевать Он просто сносит сторону Падает один барак Последний барак Гот теперь либо мансить Либо я не знаю Тут просто можно идти суицидиться в бараке Что хочешь делать Байбэки должны быть Так, активное золото Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты Золото в минуту Текущее золото По байбэкам все Прекрасно вообще У Года нет байбэка И то случайно Ох, вот это жесткач Секреты Как так-то, а, чемпионы Что с лицом? Хейст Ох, вот это жесткач Ох, вот это жесткач Так, ну и Лил На визаже Уже есть Аганим Две двести на руках У Фобоса Шивосгвард Уже практически готов У ФНГ Есть Аганим Есть Владмир И для себя И для Дроу Рейнджер Для всех И Лидан Уже с Сатаником БКБ пятисекундный МКБ Сильвер Эдж Нормально идет Нормально Что вообще по убийствам здесь Кто у нас отжигает? Год, конечно же Двенадцать тригод Одиннадцать четыре Лидан Зайд Десять пять Артизи Девять четыре ФНГ Шесть девять Четыре семь Лил Жгут Двадцать пять Ка по голде Четырнадцать По экспириенсу Просто снести Один барак Внизу Думать нечего даже Ну и тут фармить Понятно, что Огромна Просто Цена Ошибки здесь Ну не расконтролят Так секреты Чтоб барак не удалось Снести Главное На тупом Мувов не делать Будут ждать Рошана Роха падает Роха падает Секреты с базы Не должны выходить В принципе Ну а выходят И Шадоу Финт Вот он Пожалуйста Шадоу Финт На пятидесятой минуте Он никакой вообще Даже при том Что он хорошо Расфармлен Герой Никакущий Роха Для Команды Виртус Про Сейчас самое время Секретом было писать БГГ Они прекрасно понимают Что это в принципе Как бы Околоконцовая часть ВП Под смоком Заходят в бок Зая видят Видят Зая эхо Слэма от Фобоса По Артизи Ульта пошла От С4 А Артизи Начинает наваливать Артизи Под Сатаником И Лидан Стреляет по Куро Куро Лоу ХП В Шалоу Грейве Ульта пошла в Артизи Так Сбили Оегу У нас И Лидан И Лидан встает И где Есть ли БКБ У Лидана Нет БКБ Лидан просто стреляет По Артизи Артизи Лоу ХП На ФНГ Просто расстреливает Еще один удар По Артизи Не пробивает Артизи Какой же он жесткий Этот Артизи Врывается Гот Вот зачем он нужен был Гот Байбэк Гот Артизи До свидания Зай в таверну Артизи в таверну Артизи Байбэк моментально Дальше за Пупеем Пуш с Пупей стоит Шалоу Вейв на него Ну и Году Надо бы по-хорошему Отсюда уйти Хотя Артизи Никуда не выйдет Не будет Артизи Сам здесь быть Трипл килл от Года Гот просто умница Он прошлую игру Против Комплексити На плечах своих Затащил Он сейчас продолжает тащить Артизи байбэкнулся Где Элидан У Элидана нет байбэка Элидана не трогать Фобос закрыл Артизи Успокойся вообще ФНГ дальше настреливает По Артизи Неужели убьют БКБ от Артизи Сатаник включает он Фулл ХП уже в Артизи У Артизи просто Фулл ХП на ровном месте Года дынает Дынается год В это время фамильяры Убивают Пупе ФНГ идет сносить барак И Артизи будет бегать У нас за Фобосом Не успевает Артизи Барак сыпется ФНГ Лайтстрайкеры Себя под ноги В Хекс ФНГ Садятся фамильяры ФНГ просто пилить барак Но Артизи здесь конечно Его убивает ФНГ дальше по бараку Ай какая же задница А фамильяров здесь разносят Это просто жестяк Здесь Т4 Доедают крипы С этой стороны И Лидан через копейки Уже появится Артизи Просто как лев Вообще Прерию свою защищает Старается Пытается А крипам похрен Крипы хотят жрать Они просто идут И сносят Т4 Ооо, с 26 до 22 спускается команда Virtus.pro и по экспириенсу с 15 до 16, до 12 Подождать всех Шива появляется у Зая Депать они, конечно, умеют Вп берутся не Аленов, а не Сикретов Сикреты очень круто здесь отыгрывают Прямо молочаги Так, фамильяры вообще отсюда не деваются Просто садись, 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 садись Один сел, второй сел Фамильяров будут ловить Ой, потеряет фамильяров Физаж, но это бред, конечно Фамильяры бьют барак Ну и все, глиф провязали, Год здесь Год будет развлекать всех просто ради убитого барака Год, лети-ка ты отсюда, Год Фу Жесть какая Года будут ловить у Года 45 Монореген, маловато, конечно Фессура от Фобоса подостановить Лил, как же ты напряг, а? Курьер с Гемом, чтобы все смотреть Лила возвращают Лила будут убивать Здесь Курьер умирает В Курьере Гем Гем выпал По мидлейну идет СФО за Фобосом Фобос с БКБ Фобос старается сделать аггераут ТП аут ФНГ разваливает С4 С4 сразу же байбек Нервишки расшатывает ВП, конечно Сатанику Элидана Сильвередж, но не надо по одному идти В инвизе, в инвизе, в инвизе, в инвизе Барак! Иди домой, Барак! Убивай, Барак! Просто бей, Барак! Все, Барак последний развалин Это мега-крепы Элидану просто убежать отсюда На байбек у него, по-моему, есть Да, на байбек у Элидана есть Мега-крепы У команды ВП готовы И вот оно! Пошло! Т4 падает Голый трон от команды Секрет Кто будет против мега-крипов Дефать я не представляю Здесь фамильяры Здесь все вообще Надо поднимать камеру На высоту Айсфрога И смотреть с нее Никакого байбека А дроу-рэнджер нет Ну а вдруг? Вдруг надо будет? Кто знает? Все, пошли мега-крепы Нет, ты меня не интересуешь А вот ты меня интересуешь 100 дэмэджа 1270 хп Здесь 133 дэмэджа 1000 хп Еще и Артизи поймали Артизи где? Сатаник Артизи под Сатаником Просто, конечно, отрывает Кусками огромнейшими Своих соперников Кот на Артизи Бьют Артизи Кот в Блэкенваре Артизи старается Но ни хрена ты тут против Десятерых не сделаешь Фамильяры Год ФНГ Лил Мега-крепы ГГ ВП Тим Виртус Про Проходит команду Сикрет А это просто Жесть Вообще полнейшая Жестяная Виртус Про Молочаги За всю вообще СНГ Доту За все Комнюнити Нави Импайр уже отправились Отдыхать А Виртус Про тащат Это просто феноменальный матч Абсолютно И крутейшая игра на всех Запотели как могли Дроу Рейнджер Пик идентичный Прошлому матчу Кроме Дроу Рейнджер Единственный Кого не было в прошлом матче Но был бы здесь Сайленсер И с Сайленсером Раскатали бы Пупе и Компашку Все, друзья До скорой связи У нас небольшой перерыв В принципе не хочу вам в студии показывать Как я тут орал Какие у меня краснючие глаза И услышимся Уже на следующем матче Через Минимум времени Сейчас скажу Кто там Там Команда Ехоум Будет играть Против коллектива Вичи Гейминг Завершающий матч Сегодняшнего дня Ну и Вичи Гейминг Ехоум Сегодня АЛГД Будут играть против Виртус Про Завтра в 21.00 Сегодня, если не ошибаюсь Еще матч всех звезд Все Далеко не расходитесь Не забывайте подписываться Группа ВКонтакте Шлите с друзьям Пламенные приветы Пусть заходят к нам На страницу И на наш канал На Твиче И смотрят повтор Который будет уже завтра Под утро Крутиться Виртус Про Поздравляем Обыгрывают секретов И проходят дальше Все До следующего матча